Ребят, всем привет! Вы на канале Мульчер Эксперт, с вами Антон Хатунцев. Мне часто задают вопросы по телефону при встречах, а какая у вас есть техника, что вы можете этой техникой делать. Сейчас я вам расскажу о основных единицах техники и расскажу, какие задачи она у вас выполняет. У нас есть для выполнения больших масштабных проектов такая техника, как, допустим, бульдозер Шева-165. Она может целиком валить деревья, выкорчевывать. Она может сдвигать выкорчеванные уже деревья в бурты. Она может заниматься подчисткой сельхозполя от щепы, такой крупный от палок. У нас специально сделан на ней ковш с большими зубьями, которые не снимают чернозем. Следующее. У нас есть два гусеничных экскаватора GCB-205. Этими экскаваторами мы занимаемся выкорчевкой, занимаемся погрузкой. Сейчас у нас в процессе приобретения такие специальные кусачи, которые могут и разрезать, и корчевать, и можно их использовать для погрузки. Следующее. У нас есть две единицы экскаватора-погрузчика GCB-30X. Это такие палочки-выручалочки, которые нужны и по хозяйству, и по строительству, и также по работе в сельхозполях. Они занимаются штабилированием леса, они занимаются подкапыванием миллеративных каналов, они убирают щепу по полю, они занимаются погрузкой этой щепы. У нас, значит, есть мульчеры. Универсальное энергетическое средство ОС-280 Десна-Полесье с мульчерной фрезой Ахве. Этими мульчерами мы мульчируем в сельхозполях или на каких-то других либо объектах, там, подготовительные, строительные объекты, значит, древесно-кустарниковую растительность. От, там, 5 сантиметров до 35-40 они будут. Чем тоньше дерево, тем больше производительность у этой техники. Очень производительный, легкий в ремонте. Таких единиц у нас предостаточно. Этими единицами мы, могу сразу похвастаться, вот буквально летом закончили объект, работали два месяца в круглосуточном режиме, сделали 900 гектаров за два месяца, но растительность была, значит, такая средняя, и работа производилась у нас комбинированная. То есть у нас и корчевка происходила, и мульчирование. Есть импортный ВАЛТРА с мульчерной фрезой СЭПИ-М, который довольно хорошо себя зарекомендовал. Он у нас уже наработал, где-то, в районе 6000 моточасов. Мы его используем для работы по линиям электропередач, по утилизации порубочных остатков мелкой древесно-кустарниковой растительности. У нас есть для полевых ремонтных работ специальная техника такая, как, допустим, КАМАЗ с манипуляторной стрелой. У нас есть бытовки перевозимые на колесиках. У нас есть прицеп, в котором мы запчасти двигателя привозим. Бытовки у нас, кстати, полевые, отапливаемые. В них также у нас инструменты, шланги, запасные всякие разные части. Очень удобно и хорошо. Помимо этого у нас есть бензиновые генераторы, стационарные бензиновые сварочные аппараты, переноски, шлейфмашинки, кислородные баллоны, резаки, точильные станки, токарные станки. То есть, как бы, это все для полевых условий у нас приспособлено и работает. Также есть бригадные автомобили для мест проходимых. Там, допустим, УАЗики, Л200, Рено Дастер. И также для обычных городских условий, такие там, как Газель Next. Еще есть в нашем парке китайский погрузчик, большой негабаритный, СОЛГ. Очень такой массивный, большой. Также является нашей палочкой-выручалочкой, которая выручает в полях, в тех местах, где бульдозер у нас работает медленно, и там сухо. Бульдозер эксплуатировать не вариант, поэтому мы ставим колесную технику, она работает быстрее и эффективнее. Есть у нас еще свой ТРАЛ, на котором мы перевозим технику от точки А до точки Б. Поэтому у нас это делает быстрыми, эффективными. У нас будет скоро обзор на новую технику, которую мы купили. Значит, это будет обзор на трактор МТЗ-82 с навесным оборудованием. Это будет, кстати, интересно. И обзор на GCB-205, гусеничный экскаватор, на который мы установим специальные гидравлические ножницы по дереву. Они, значит, выполняют функцию выкорчевки и измельчения корневой системы. Какие объекты мы можем взять? Мы можем взять объекты от 3 гектаров, значит, с выпиловкой, раскрыжевкой, сортировкой, утилизацией и перевозкой, допустим, бревен. Такие объекты маленькие, они будут стоить дороже, чем, допустим, какие-то масштабные, таких как 900 гектаров, 1000 гектаров. Также мы можем по скорости, то есть мы можем работать быстро, на пожелание заказчика, то есть поставили задачу, нужно работать быстро. Под эту скорость мы уже подбираем, какая у нас будет техника работать, в каком мы будем работать режиме, сколько будет рабочих смен, сразу запасаемся с запчастями, если это где-то удаленно далеко, и выходим, работаем. Можем делать маленькие объекты, такие как под строительство, допустим, лодского большого бокса на площади в 3 гектара. Мы можем завести несколько единиц гусеничных эксклаваторов, погрузчиков, несколько бригад пильщиков поставить и технику под вывозку. Вот как бы, в принципе, я закрыл вопрос, что у нас есть и что мы можем сделать. Поэтому, ребят, при необходимости, обращайтесь в WhatsApp, пишите. 8-925-575-5929. Зовут меня Антон. Будут, значит, интересны наши услуги вашим друзьям, знакомым, близким. Также можете нас рекомендовать. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии. Обязательно подписывайтесь, для того, чтобы знать последнюю информацию, что творится у нас, что творится в сфере этого бизнеса и обзоры на какую-либо там спецтехнику, которую мы покупаем, которую мы ездим, смотрим, советуемся с другими нашими партнерами, которые ею пользуются. И для вас будет, для начинающих или для потребителей наших услуг, какая-то полезная информация. До новых встреч, ребят! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова